Не очень мудро, скажем так, желать людям чего? Здоровья. Почему? А потому что это никогда не осуществится, да? Здоровья можно желать человеку до 20 лет, до 30 лет, может быть. А после 30 лет что происходит? А до 30, до 20 лет, если человек не болеет, желать ему здоровья тоже не очень мудро. А и после 30 лет желать здоровья тоже не очень мудро, потому что почему? Ну ты выздоровеешь от одной болезни, придет другая, потому что тело наше должно умереть. Тело это как материнская утроба. В материнской утробе, помните, мы были младенцами, жили в материнской утробе 9 месяцев, да? И вот душа наша, но жило что? Тело развивалось, и душа там жила. Так вот, тело наше, это материнская утроба, в которой живет душа, бессмертная, человеческая. Вот время нашей земной жизни, сколько каждый живет. Кто живет один день, кто год, кто сто лет. Вот там живет душа, душа развивается. Тело помогает душе духовно развиваться, да? Как тело помогает душе духовно развиваться? Может тело, или тело враг для души? Нет? Когда тело становится на коленке, и вот так вот делает тело, Господи, помилуй меня грешного, вот оно и помогает. Накладывает крестное знамение, тело помогает. Когда тело говорит, когда душа говорит телу, будем поститься? Тело говорит, да, будем. И тело помогает. Когда душа хочет обжираться, или блудить, или еще что-то делать, тело говорит, стоп, я уже больше не могу обжираться, иначе лопну. Блудить не могу, уже не хочу, уже нет ресурсов организма. Разве тело не помогает? А? Помогает. Конечно, тело наш союзник, но временный, как материнская утроба. И вот тело вынашивает, носит нашу душу во время нашей земной жизни. И тело это есть конь, а дух это всадник. И всадник это наша душа, наш дух, то, что устремляет нас к Богу. Дух этот можно развернуть в другое место, потому что всегда нас будет стремить к идеалу. Для кого-то идеалом становится Бог, и он стремится к Богу. А для кого-то идеалом становится что? Деньги, слава, почет. Пецы эстрадные, деятели культуры, сама культура, должность идеалом, или еще начальник идеал, кто угодно. И тогда этот конь, что происходит с конем? Человек направляет этого коня в свое тело для достижения земных идеалов. Быть начальником, быть звездой эстрады, быть звездой кинематографа, зарабатывать деньги. Но конь привезет нас туда, куда, скажет всадник, так или нет? И поэтому тело нам делает то, что говорит ему душа. Если душа говорит телу, в воскресенье идем в храм, молиться, то тело несет что? Душу в храм молиться. Если душа говорит телу, хочу блудить, то тело что? Идет блудить. Так? Тело просто наш помощник. И вот тело, как и любой конь, служит в свою службу, потом стареет и умирает, чтобы душа вышла, рассталась из тела, вышла из тела, как из материнской утробы выходит, чтобы уйти в вечную жизнь. А в вечной жизни всего два мира – рай и ад. А посередине не бывает. Чистилище – это ложное учение католиков, еретическое. Нет никакого чистилища. Есть только рай и ад. Бог и сатана. И между ними средостейния среднего мира нет. И вот душа, если она возлюбила рай, если она возлюбила Бога, возлюбила молитву, то душа идет, конечно же, в рай после смерти тела. Оно умрет. А если душа возлюбила грех, братья и сестры, то куда она идет? В ад. Добровольно идет, сама идет. Хотя некоторые святые отцы говорят, вот душу бесы прям тянут, прям вот так кричат, радуются. Еще душа не умерла, она корежится на кровати, тело корежится, душа в ужасе, потому что солнече бесов собралось, радуются. Вот душа наша будет наша. И такие есть свидетельства. А есть свидетельства другие, когда человеческое тело умирает, а вдруг радость, вот вроде бы потеряли такого отца, или такую мать духовную. Много людей сиротело. Вот с любым вопросом к ним можно было прийти. Вот с любым, в любое время суток. Спит, не спит человек. Позвонить, постучать в его двери. Все, любимый, родной. Какой там сон? Какие там дела? Я не для себя живу, для тебя. Заходи, все, сейчас разберем, поможем, помолимся. Все Господь управит. Вот родного человека теряют, когда уходит святой. И для родного, для многих людей, для многих, тысячи людей. Серафим Саровский сказал, спаси все сам, и спасутся вокруг тебя тысячи. Потому что тот, кто служит людям, от Бога, для Бога служит людям, возлюбил Бога, возлюбил людей, он имеет такую силу, такую благодать. При этом может болеть очень тяжело. Болеть настолько, что парализованный, как Матрона Московская, и слепой. Болеть настолько, что как Авруси Оптинский, не вставать с кровати. Болеть настолько, что как Серафим Саровский, вот так сломали позвоночник бандиты когда-то. И он только на топорик, вот так опираясь, может ходить. На топорик, вот этот маленький инструмент. Вот так вот, чтобы в землю не упасть, опираться. При этом принимать тысячи людей. И помогать. И когда, вот какая сила духовная. А тут здоровый человек, он с одним человеком не может поговорить. Уделить ему внимание, уделить ему души свою. Слушай, иди, нету времени, заболел, некогда, отстань. Почему? Потому что мы убили себя эгоизмом. Убили себя гордостью. Убили себя, себя любим. Живем только для самих себя. И вот из этого себя любви выйти не можем. И когда человек приходит к нам и говорит, нет, нет, слушай, некогда с тобой общаться. Ну, чуть-чуть, немножко. Если ты меня развлечешься, если ты мне выгоден, если ты мне денег дашь. А святые служили людям вот так вот, ради Христа, даром. Субтитры создавал DimaTorzok